Мы тебя поздравляем с днём рождения. Давай на злату. Живи долго. Здравствуй. На радость нам, внукам. На правнукам на радость. Три ранения, участие в сложных операциях на фронте, не один десяток медалей и наград. А самое главное – четверо детей, семь внуков, шесть правнуков. И всё это за неполные сто лет. Свой 99-й день рождения ветеран войны гвардии сержант Баранов-Гордеев встречает в кругу родных и близких. Не было и дня, чтобы он забыл о тех страшных событиях. В ноябре это демберизовали, зиму прожило, а в основе это война. Полгода позже там у сестры, сестры с зятем жили. Вот. И наш по первому жову. Пригнали на передовую. Ничего, ни винтовки, ничего нет. А вооружают. Раненые ползут. Вот. Вот. Выпал с раненой. И как раз я тут. Это. Не я, а тут много. Ну, вот эту. Вот тут у нас командир свой. Бери винтовку. На меня показал глаз. Ну, я взял винтовку. Он разоглашил нас, чтобы мы в обороне. И нас давай бомбить. А это плохо. Если только он разоглашил сильную группировку, он и воевал, и воевал, и пусть. Терцелили все. Он. Это так Семен Иванович в общем говорит о фашистах. И по-другому не может называть тех, с кем пришлось воевать. Оборона Сталинграда. Взятие Кёнинсберга. Освобождение польских городов Хойница и Тухоля. Встреча на Эльбе. Территория личной войны для сержанта Баранова-Гордеева измеряется тысячами километров. После войны женился, работал на заводе Масленникова. Воспитывал детей и внуков. Вот только четыре года назад не стал его любимой Раиса Алексеевна. Историю у него очень много рассказывал. Как он воевал, как связь тянул, рассказывал, как его бомбили. У нас до 90 лет работал на даче. Вот они как мама заболела, они продали дачу. А так он все время сам копал, сам все делал на даче. Дорогой товарищ, гвардии старший сержант Гордеев Семен Иванович, ты оставляешь свой родной полк и корпус. Героем-победителем возвращаешься к своей любимой семье. В тяжелые годы Отечественной войны ты вместе с нами прошел славный боевой путь. Делил все тяжести солдатской походной жизни, все горести и радости. Ты вместе со своей армией творил великое и святое дело победы над черными силами фашизма. Родина не забудет твоих дел. Потомство с восхищением будет вспоминать твои ратные подвиги. С каждым годом наших ветеранов становится все меньше, но память о них должна быть в наших сердцах. Храните и берегите все документы, которые вы найдете у своих бабушек и прабабушек. Делайте архивы, не забывайте об их подвигах. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События.